В 2000-летней истории Ватикана не все Папы Римские были праведниками. Среди тех людей, которые должны были служить примером для миллионов, были развратники, торговцы индульгенции и разжигатели войн. Сегодня поговорим о Папе Льве X из семейства Медичи. 10 марта 1513 года на конклаве в Сикстинской капелле под недавно расписанным куполом Микеланджело был избран новый Папа. Это был 38-летний кардинал Джованни Медичи, взявший имя Лев X. Он был первый представитель флорентийского семейства Медичи на папском троне. Несмотря на недомогание и приступ врожденной болезни пупочного свища, курчившийся от боли Джованни Медичи появился на конклаве, доставленной на носилках. Увидев соперника в плачевном положении, кардиналы, конечно же, единогласно проголосовали за коллегу Медичи. В надежде, что тот долго не протянет. И просчитались. Согласно легенде, на следующий день новый Папа Лев X сказал брату Джулиано Медичи, «Раз уж Бог дал нам папство, постараемся им насладиться». И слово свое сдержал. На смену борьбы за объединение разрозненных земель государства в Риме наступили времена праздненств и расточительства. 11 апреля была проведена интронизация Льва X в базилике Сан-Живани Индлатерану, так как в соборе Святого Петра продолжались строительные работы. 11 апреля был выбран не случайно. Папа посоветовался с домашним астрологом. Число 11 он считал для себя счастливым, поскольку родился в этот день, но не мог предположить, что через 8 лет оно окажется для него роковым. Римлянам посчастливилось увидеть торжественное шествие папского кортежа и титулованных гостей, съехавшийся на интронизацию из разных стран. Оно проходило по украшенным центральным улицам. Тысячи римлян, которые были свидетелями этого зрелища, надеялись, что наступил конец войнам и что на итальянской земле наконец воцарится мир и согласие. Их радости не было предела. И, казалось, сама природа радовалась этому событию, одарив Рим теплым солнечным днем. Римляне соорудили в античном стиле временный дворец из деревянных панелей и фанеры. И отгадайте, где? На Капитолийском холме, где после торжественной церемонии интронизации в базилике был дан банкет на 3000 персон. В центре просторного зала стояли гипсовые статуи античных героев, журчал фонтан, а в воздухе витал аромат весенних цветов и свежесть. Фонтан служил не только для красоты, но и для того, чтобы мыть руки при смене подаваемых блюд. Блюда подавали в серебряной посуде с папскими верзелями. Сидевший на возвышенности оркестр встречал музыкой появление очередного блюда. В ходе праздничного застолья гостям пришлось не раз раскрывать рты от удивления. Когда приглашенные на банкет расселись по своим местам, их ждал первый сюрприз. Едва они взялись за свернутые салфетки из тончайшего льна. Из них вылетели живые скворцы, защебетавшие от того, что они вновь обрели свободу. Немало было таких чудес, поражающих воображение. А из кухни в огромную толпу, собравшуюся у подножья Капитолия, летели куски запеченных окороков, жаркова и сладости. Было выкачано несколько бочек вина. Гуляй, римский народ, во славу нового папы! Во время заключительной части банкета под звуки оркестра раздвинулась одна из стен, и на появившейся сцене началось театрализованное представление. Вы представляете, какой размах? Все закончилось пением хора мальчиков и кастратов. Эти роскошные торжества обошлись казне в десятки тысяч дукатов. Праздненства еще долго продолжались, а не завершились охотой под Римом. Было убито где-то около 30 оленей и косуль, 20 кабанов и бесчисленное множество фазанов. После охоты, конечно же, был устроен пир под открытым небом, во время которого было съедено огромное количество приготовленного мяса и дичи. Сам папа Лев X из-за близорукости не стрелял, а только наблюдал, как прыгающие олени падают на лету. Лев X не особенно утруждал себя пастырскими обязанностями. Он любил праздники. Жил широко. Бал, музыка, театр, охота. Заказывал новые произведения искусств. При дворе тогда блистал Рафаэль. А также папу окружали поэты, философы. Роскошь требует больших денег. Лев X растратил все то, что оставил ему предшественник папа Юлий II. В это время даже были приостановлены работы по возведению собора святого Петра. Просто не хватало средств для оплаты рабочим. Такая праздная жизнь двора опустошила казну. И для сбора средств папа учредил индульгенцию. Отпущение всех грехов. А за большую сумму можно было снять грех даже за убийство. Возможность спасти душу в обмен на деньги приняла слишком большой размах. Индульгенциями стали торговать, как на рынке. Церковь превратилась в машину для производства денег. Против торговли индульгенциями выступил монах Мартин Лютер. Церковь тогда пугала людей, что если они не будут прощены, то могут не попасть в рай. Лютера признали еретиком и отлучили от церкви. А все его сочинения были сожжены. Покончив с Лютером, папа вернулся к привычному образу жизни. А по Европе уже начали ходить дерзкие стишки, высмеивающие папство. В них говорилось, что папа любил произносить три слова. «Грабь, бери и хапай». Вот три слова, которые папа произносил чаще всего. Никому в Риме в голову не приходило, что в католической церкви наступил раскол. Но 11 декабря 1521 года Лев X неожиданно умер в расцвете сил. Ему было всего 46 лет. О причине его внезапной смерти история, конечно же, умалчивает, храня многие неразгаданные тайны дома Медичи. Ходили слухи об отравлении. Папский стольник, а стольник – это человек, который в эпоху Средневековья занимался обслуживанием трапезы, так вот этот стольник подал понтифику чашу вина. Выпив, Лев X заметил, что вино немного горчит, и вскоре умер. Стольник был схвачен, но кардинал Джулио Медичи замял это дело, опасаясь раскрытия заговора. А раскрытие заговора могло бы нанести урон клану Медичи. Похороны Льва X были скромные, так как папская казна была почти пуста. Покойный оставил о себе память, как оценители прекрасного, любители музыки, театра, охоты и пышных застолий. Папский престол перешел к его двоюродному брату Джулиано Медичи. Вот такие истории из жизни папства. Повторюсь, что в 2000-летней истории Ватикана не все папы римские были праведниками. Среди пап были развратники, торговцы индульгенциями и разжигатели войн. Дорогие мои друзья и зрители, если вам понравился такой формат видео, я продолжу свои интересные рассказы о жизни Рима. Пока, к большому сожалению, мы не можем гулять, как прежде, по прекрасному Риму. Но это не повод унывать, и я в поисках, как выйти из этой ситуации. Хочу поблагодарить вас всех за поддержку. Она нам всем необходима. И напоследок, хочется пожелать скорейшего выздоровления нашей планете. Только после этого мы сможем вернуться в привычную и нормальную жизнь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»